Геннадий Юрьевич Рубан. Псевдоним Иванов. Техники гипноза. Обратная сторона сознания. Все иллюстрации печатной версии книги представлены в PDF-приложении к данной аудиокниге. Часть первая. О гипнозе глазами физиолога. Глава первая. Теоретическая часть. Что такое гипноз? Гипноз — это не только расслабление тела, малый гипноз, но еще и успокоение эмоций, средний гипноз, а также снижение активности умственной деятельности, сомнамбулизм. По выражению профессора Табидзе, это состояние глубокого гипноза можно назвать состоянием трех нулей — телесного, эмоционального и умственного нуля. При этом человек обычно не засыпает, а находится в устойчивом просолнечном состоянии. Тело спит, а сознание бодрствует. Примечание. Табидзе Александр Александрович, клинический психолог, доктор физико-математических наук, профессор, директор научного центра психотерапевтическая педагогика Миноборнауки РФ. Интересный факт. Слова «гипноз», как и «гипнотизм» были введены в оборот Этьеном де Квильером в 1820-х годах. Он использовал термин «нейрогипнотизм» — «нервный сон». В английском языке эти слова популяризировал шотландский хирург Джеймс Брейд 1795-1860 годы, которого интересовали разработки Франца Мессмера 1734-1815 годы и его последователей. На основе мессмеризма Брейд создал оригинальную теорию. В своей книге «Нераскрытые тайны гипноза» Шойфетт замечает. «Не назови Брейд гипноз сном, гипнотизируемый не ожидал бы наступления последнего состояния». Термин привел к тому, что возникло представление. Если гипнотизируют, надо спать. Но сам Брейд рассматривает гипноз как средство превращать людей в инструмент, выбрав только подходящую фазу сна и заставлять их принимать игру их воображения за самую реальную действительность. Примечание. Этьен Феликс ДНН де Квильер. 1755-1841 годы. Французский магнетизер. И один из первых практиков мессмеризма как научной дисциплины. Примечание. Шойфетт Михаил Семенович. 1947-2013 годы. Советский эстрадный гипнотизер. Ведущий шоу «Театр гипноза». Гипноз. На уровне физиологии – частичная или полная передача контроля над телом. На уровне эмоций – представляет эмоцию покоя, плюс признание авторитета за гипнотизером, иначе это можно назвать управляемой медитацией. На уровне мышления – частичное или полное отсутствие критики или восприятия информации. Самым близким к тому, что такое покой ума, является состояние, когда вы думаете о себе за мгновение перед тем, как заснуть. Как раз перед тем, как наступает сон, сознание становится неактивным, абсолютно чистым. Ментальное расслабление. В состоянии умственной пустоты мы получаем ментальное расслабление, которое является природным фактором, роль которого в нашей психике еще не исследована, но очевидна. Каждый человек, занимающийся гипнозом или интересующийся им, должен понимать, что первая стадия сугестии, от латинского сугестио – внушение – это игра в гипноз. Вторая – настроение гипноза. Когда у гипнотизируемого возникает частичная потеря контроля за телом, оцениваемая многими как эффект плацебо. Третья стадия представляет собой спор реальности и внушение, который преодолевается расслаблением, дальнейшим торможением умственной деятельности в сочетании с признанием авторитета гипнотизера. Когда пациент расслаблен физически, мы получаем средний гипноз. Когда же человек одинаково расслаблен физически и ментально, это уже состояние сомномбулизма. Сначала надо убедиться, что пациент расслаблен физически, а затем усиливать это состояние до тех пор, пока не станет ясно, что его сознание расслаблено так же сильно, как и тело. Если человек чувствует дискомфорт, раздражение или страх, он не может быть расслаблен ментально, потому что эти импульсы беспокойства постоянно передаются ему в мозг. Когда же в мозг не поступают тревожные импульсы, а только позитивные, которые внушает специалист, мозгу не нужно реагировать на все происходящее. И таким образом он перестает быть активным из-за отсутствия беспокойных мыслей и становится восприимчив к внушениям. Как оценить глубину гипноза? Для определения глубины внушенного сна можно использовать универсальную шкалу слабо, средне и, соответственно, сильно. По-научному это будут три стадии гипноза, использованные Владимиром Михайловичем Бехтеревым. Малый гипноз соответствует дремотному состоянию, когда человек еще может легко выйти из полусна. Нет потери связи с окружающим, можно двигать конечностями, хотя имеется слабость в теле, чувство тяжести и, как следствие, желание пребывать в комфортном положении. При среднем гипнозе, гипнотаксии, наблюдается каталепсия, временная утрата контроля, частичная амнезия. Общее состояние пациента характеризуется как пассивное, частичное подчинение воле гипнотизера. И, наконец, глубокий гипноз, сомномбулизм, когда внушения выполняются беспрекословно. Сомномбулизм от латинского «somnus» — «son», «ambulara» — «гулять». Это, если буквально, хождение во сне. В этом состоянии головной мозг человека работает таким образом, что все психические силы подчиняются одной идее или чувству. Характерными признаками сомномбулизма являются амнезия, временная потеря памяти и галлюцинации с закрытыми глазами. Человек в подобном состоянии обычно безвреден, но если намеренно будоражить фантазию агрессивными образами, то загипнотизированный будет стремиться всеми силами реализовать внушения. Диссоциация, расщепление и амнезия обыкновенно идут рука об руку. И функциональная амнезия означает лишь полный или частичный перерыв в освещении сознанием различных мозговых процессов. Кроме этого, амнезия, внушение на забывание, имеет либо кратковременный характер, либо событие стерто целиком. Например, если на улице или в тиши кабинета внушенное забывание держится в среднем секунд 10-20 на бытовом уровне, когда запамятовал чуток, вылетело из головы, то говорить о средней диссоциации, что обычно происходит при среднем гипнозе. Если не удается вспомнить и дольше, и видна тщетность попыток, то получили полную диссоциацию. А этот факт всегда говорит о сомнамбулизме. Поскольку диссоциация, по сути, отделение счастья от целого, то точно так же можно смотреть за глубину по любому гипнотическому феномену. Чем больше реализуется, тем глубже. За время отвечает амнезия. За потерю контроля над телом – каталепсия. При малом гипнозе чуть-чуть и кратко могут склеиваться глаза. При среднем веки прочно оказываются на замке. И если внушение держится долго, несмотря на все контрдействия, скорее всего, настал сомнамбулизм. При глубоком субъект постепенно утрачивает контроль над остальными частями тела. Лучше начать с глаз. Обязательно проверить, реализовано ли данное внушение на каталепсию. Потом перейти к указательному пальцу, руке и, наконец, всему туловищу. Если последнее также становится обездвиженным, то это вновь стадия сомнамбулизма. Из практики. Как же достичь этого состояния ментального расслабления? Например, если я хочу вызвать амнезию, я делаю внушение, что он не будет помнить какие-нибудь числа или какой-либо номер. Хотя эффективнее поступить иначе. Я прошу пациента, чтобы он считал в обратном порядке от ста и расслаблялся все больше и больше с каждым числом. Постепенно эти числа или номер исчезают из его сознания. И если его спросить, у него будет уже числовая амнезия. Помните, что амнезия может быть достигнута только в состоянии снижения умственной деятельности, что и было необходимо. Существует два физиологических механизма, приводящие в состояние сомнамбулизма. Первое. Внезапное сильное речевое воздействие, приводящее к почти мгновенно возникающему состоянию внушенного сна. Павлов считал, что в основе этого явления лежит механизм запредельного торможения, остро развившегося во второй сигнальной системе, что и приводит обширные участки коры головного мозга в состояние сонного торможения при сохранении речевого контакта с усыпившим. Примечание. Система. Вторая сигнальная система. Система условно-рефлекторных связей в головном мозге человека, где условным раздражителем является слово «речь». Возникает на базе первой сигнальной системы в процессе общения между людьми. Это напоминает картину гипноза животных, при котором мозговые полушария охватываются оцепенением, развивающимся также по механизму запредельного охранительного торможения и приводящим животное к полной заторможенности двигательной и сенсорной сферы, а вследствие этого и к временной утрате реакций на тактильные и болевые раздражения. Второе. Воздействие многократно повторяющихся таких монотонных, усыпляющих словесных раздражений приводит к постепенному развитию в коре мозга гипнотического состояния, охватывающего большие или меньшие его участки. В этом случае в основе развития внушенного сна лежит механизм внутреннего или условного торможения. Как отмечает Павлов, постоянно применяющийся способ приведения человека в состояние внушенного сна — это повторно произносимые в однообразном тоне слова, описывающие физиологические изменения, у всех нас прочно связанные с сонным торможением и потому его вызывающие. Вывод. Известные на сегодня стратегии углубления состояния гипнотизируемого могут развиваться в двух направлениях — шоковом и через расслабление ума. Интересный факт. Выдержка из книги Константина Ивановича Платонова «Слово как физиологический и лечебный фактор». «Когда я нахожусь в гипнозе, — пишет одна из испытуемых, — я в каждом сеансе испытываю различные по своему характеру ощущения. Так в первый сеанс я продолжала чувствовать все свое тело, но ни одним членом двинуть не могла, ясно слыша голос усыпившего и все сознавая. Но мысли как-то путались. Это был, я бы сказала, телесный сон. Но с каждым последующим сеансом тело все более тяжелело. Я переставала его ощущать, продолжая слышать все происходящее. Но мне казалось, что все это происходит где-то далеко. Сознается неясно, причем является для меня совершенно безразличным. В последний, пятый сеанс я своего тела уже совершенно не ощущала, будто его не было совсем. Я слышала разные посторонние звуки, меня совершенно не трогавшие. При внушениях все ясно слышала, но мысли совершенно не работали, и слова внушения, касавшиеся моих прежних переживаний, меня совершенно не трогали. При словах пробуждения я начинаю просыпаться. Сначала как бы головой, появляются мысли, начинаю думать о том, что надо двигаться, вставать. Понимаю, что делается вокруг. Но свое тело начинаю ощущать несколько позже. Причем, когда сознание прояснилось, стала ощущаться тяжесть во всем теле, которая в дальнейшем при полном пробуждении исчезала. Другой испытуемый описывает свое состояние во внушенном сне так. Все отяжелело и как будто отнялось. Не могу двинуть ни одной частью своего тела. И какая-то легкость, как в безвоздушном пространстве. Но сознание не ослабевало, и мысли были четкие и ясные, несмотря на то, что усыпивший вдушал мне отсутствие мыслей. Примечание. Платонов Константин Иванович. Слово как физиологический и лечебный фактор. Второе издание. Переработанное и дополненное. Москва. Издательство Медгейс. 1957 год. Гипноз как форма диссоциации. Диссоциация, расщепление в гипнозе, типичный гипнотический феномен, который может быть использован как специальная техника. Диссоциация позволяет человеку, находящемуся в гипнотическом трансе, отделить себя от сильных эмоций и взять ситуацию под контроль. Он становится нейтральным зрителем, а не полноценным участником какого-то события, хотя прекрасно помнит, что главный герой – это именно он, а не кто другой. И отношение к ситуации у него становится как у нейтрального зрителя, более трезвым и спокойным. Происходящее напоминает просмотр кино. При психической травме всегда присутствует структурная диссоциация. Глубина и сложность структурной диссоциации зависят от степени травматизации. Внушением вызывают прежде всего частичную или полную диссоциацию. А так как его диссоционное состояние мозга значительно усиливает его внушаемость, точнее, восприимчивость к внушению, то этим в данный момент приобретают желаемое могущество. Сон есть равным образом диссоциационное состояние мозга, в общем, имеющее целью доставление отдыха нейронам и настройку внутренних систем организма. Висцеральная гипотеза ученого-физиолога Ивана Пигарева. Сагестивная диссоциация есть, так сказать, более или менее ограниченный или локализованный сон. Таким образом, гипноз – это диссоциативное состояние психической активности. Интересный факт. Интересными в этом отношении являются исследования Владимира Евгеньевича Рожнова. По его данным, от одной стадии внушенного сна к другой, по мере нарастания торможения усиливается также и диссоциация деятельности сигнальных систем – от органов чувств до мышления. Вследствие этого реакции, усыпленного на раздражители первой сигнальной системы, от стадии к стадии все более ослабляются, вплоть до полного их отсутствия – в сомномбулической стадии. Одновременно с этим реакции на его раздражение, касающиеся второй сигнальной системы, наоборот, от стадии к стадии прогрессивно усиливаются, и в сомномбулической стадии превышают по силе даже реакции на соответствующие первосигнальные раздражители, какие те исследуемый давал в состоянии бодрствования. Примечания. Рожнов Владимир Евгеньевич. Гипноз в медицине. Москва. Издательство Медгиз. 1954 год. Гипнотические феномены. Каждая стадия гипноза характеризуется определенными гипнотическими феноменами, знания которых позволяют оценить его глубину. Если только говорящему планомерным, быстрым, концентрированным воздействием с помощью звуков, слов, взглядов и тому подобное удается овладеть ходом представлений другого человека, то постепенно он приобретает все большую способность ассоциировать и диссоциировать. Благодаря этому говорящему удается вызвать задержки и пролагать новые пути. В зависимости от степени достигнутого им внушения приводить человека к галлюцинации, перерыву цепи сознаваемых представлений и обусловливаемой этим амнезией, задержке болевых ощущений, возбуждению и задержке болевых импульсов, раздражению и задержке вазомоторов, влияние на менструальное и другое кровотечение и даже к возбуждению секреторных и трофических функций нервной системы, потения, нарывания. Все это объясняется своеобразным характером нервной деятельности и, в особенности, большого мозга. Объективные стадии гипноза и соответствующие гипнотические феномены. Отдавая дань традиции, можно выделить три стадии гипноза. Принципиальный момент в том, что в науке гипноз следует отчитывать с амнезией, сомномбулическая стадия, иначе процесс гипнотизации становится больше похож на подыгрывание. Можно удивлять и при условии, как если бы гипноз есть, хотя профессиональнее следует уметь скрыто отбирать сомнамбул и строить представления по законам иллюзорного жанра. Гипноз животных. Как загипнотизировать животных? Спросите, зачем это нужно? Кроме развлекательных целей, я бы выделил две. Во-первых, наука. Исследования необычных состояний у животных помогают понять аналогичные феномены у человека. Во-вторых, обучение гипнозу. Хотя не все признают гипноз животных как таковой, и уж тем более его сходство с гипнозом людей, но сам механизм воздействия практически идентичен в обоих случаях. Интересный факт. Самый первый гипноз животных зарегистрирован в 1646 году. И язуитский священник Атанасиус Кирхер 1602-1680 годы брал курицу со связанными лапками, клал на бок. После того, как она успокаивалась, он на доске проводил черту мелом, идущую от ее клюва, а затем развязывал лапки. Курица оставалась неподвижной. Это считается первым научным описанием гипноза животных. Кирхер считал, что гурица покорялась победителю, осознав бесполезность своих усилий. А когда получала свободу, продолжала оставаться неподвижной, потому что воспринимает черту как узы, которыми была связана до этого. Позже, однако, ученые убедились, что дело не в воображении птицы, а в способности животных впадать в транс, если тело получает непривычную позу. Отсюда берут начало всей нейрофизиологической теории, утверждающей, что двигательная заторможенность является результатом изменения состояния моторики. Впрочем, ни одна из них не стала главной. На сегодня самой популярной версией объяснения гипноза животных стала точка зрения, рассматривающая этот феномен как защитную реакцию организма. Ее автор Чарльз Дарвин. Он предположил, что гипноз — это имитация смерти, чтобы избежать нападения. Похожую мысль выразил и Иван Петрович Павлов, который отнес гипноз животных к рефлексам самосохранения. Нервная система жертвы в этот момент от перегрузки переходит в состояние запредельного торможения. В мозгу отключаются центры, ответственные за движение. В этом состоянии все силы и ресурсы организма направляются на решение самой важной задачи — спасения жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...